В эфире программа «День города» в студии Наталья Новикова. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Пешим ходом в центре Рязани запретили остановку общественного транспорта на нескольких улицах. Забытые сражения. В Рязани открылась всероссийская выставка военной миниатюры. Киборги идут. В Москве прошел очередной робофест. В центре Рязани запретили остановку общественного транспорта на нескольких улицах. В итоге расстояние между ближайшими остановками местами составило более полутора километров. И несмотря на то, что пешком ходить полезно, а за окном весна, наша съемочная группа попыталась выяснить, какие неудобства нововведения доставили жителям города. С самого утра на наших улицах грустная дождливая погода. Но не всех жителей захватила весенняя хандра. Даже в такой дождь находится тот, кто знает, как поднять настроение себе и окружающим. Но в ближайшем будущем такой площадки для танцев может не быть. В центре Рязани отменили остановку общественного транспорта еще на трех улицах. Так, по маршруту микроавтобуса номер 41 посадка и высадка пассажиров около площади Соборной, лицея номер 4 и улицы Скоморошенской строго запрещена. Теперь без этих трех остановок расстояние между двумя ближайшими составит 1,6 километра. Тем не менее, в строительных нормах и правилах указано, что дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта следует принимать не более 500 метров. На этом маршруте есть две школы и много жилых домов. Если ученики такой путь осилят легко, то пенсионерам придется не сладко. Как им теперь добираться до своих домов, не уточняется. Нет, это мы плохо относимся. Почему? Тут потому что вот в аптеку мы пенсионеры, близко нам. Я, например, с московского езжу, пересаживаюсь на первый, потому что ноги больные, и тут желательно остановку. В субботу в Рязани прошло торжественное открытие девятой всероссийской выставки стендового моделизма и военно-исторической миниатюры «Забытые сражения». В этом году выставку решили не посвящать конкретной исторической дате, предоставив моделистам свободу выбора работ. Несмотря на это, большая часть авторов отдала предпочтение военной, а не гражданской технике. Моделисты откликались как на события Великой Отечественной войны, так и на недавние войные конфликты в Сирии и на Украине. Представляя работы на злобу дня. Застывший перед выстрелом солдат. Танк, из которого вот-вот вылетит снаряд. Корабли, которые никогда не покорят моря. Целый амфитеатр больших сражений, на которых навсегда застыло время. Нет, это не стоп-кадры исторической хроники, а модели девятой выставки «Забытые сражения». Мероприятие имеет не только всероссийский размах. Многие модели присланы из-за границы. У нас есть работы из Кишинева, у нас есть работы из Мариуполя. У нас были, но в этом году нет. У нас были работы даже из Соединенных Штатов Америки. Привозили люди. Все модели, представленные на выставке, эксклюзивны. Каждая из них собиралась вручную из разных материалов. У нас выставка стендового моделизма и военной исторической миниатюры и упор на то, что собирается своими руками. То есть из любого материала. Это пластиковые модели, это основная часть, которая собирается из тех заготовок, которые фабрично нашими производителями делаются. Здесь есть модели из бумаги, здесь есть модели из смолы, здесь есть полностью авторские работы, которые не имеют аналогов, они существуют в единственном экземпляре. Некоторые модели воссоздавались вручную по фотографиям и чертежам военной техники. Представленные оловянные миниатюры и солдатики также покупались черным брусом, вытачивались и расписывались своими руками. Но на выставке присутствует не только военно-историческая миниатюра. Например, здесь есть эксклюзивная фигурка художника-мультипликатора Вячеслава Назурука. Также в Рязань со своими моделями приехали гости из других городов. Стендовым моделизмом он начал заниматься, можно сказать, со школьной скамьей. Тогда довелось мне жить в Германско-демократической республике, в ГДР. Когда собираешь модель, изучаешь всю ее историю подноготно. Практически про каждую модель человек, когда собирает модель, знает всю ее историю, дальнейшее развитие и так далее. И все модификации. На выставке присутствуют и совсем юные моделисты, которых пригласила сюда руководительница кружка. Я занимаюсь с ребятами начальным техническим моделированием. Работаю с ребятами начальных классов. Все время прибавляются модели. Если четыре года назад мы представляли работу «Битва за Ленинград» одну только, то сейчас, в этом году, у нас ребята представляют восемь работ. Выставка работала целый день. От зрителей не было отбоя. Каждый пожелал сфотографироваться с моделями. Наверное, после выставки многие зрители пожелали купить пластиковый набор и похвастаться своими достижениями через год. Как сказал Юрий Тикунов, обзори, скажи ребятам, всем девчонкам, которые придут на открытие, чтобы они к следующему году, к юбилейному году, готовили свои юбилейные модели, юбилейная работа, чтобы они были на порядок выше и интереснее, нежели то, что представлялось в годы предыдущие. С плановой проверкой Рязань посетил министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков. Его внимание привлек затопленный после разлива моста в Старожиловском районе. Однако, в ходе встречи выяснилось, что это не единственная проблема местных жителей. Подробности в репортаже Галины Ершовой. Даже маленький разлив реки Прони оборачивается для жителей Старожиловского района небольшим стихийным бедствием. Затапливает единственный мост, соединяющий деревню Бутырки и поселок Кипинский с деревней Арестова. В былые времена разлив доходил прямо до домов. Вода заполняла участок в несколько километров. Сейчас это всего пара метров. Но и этого оказалось достаточно, чтобы балочный деревянный мост полностью скрылся под водой. Ситуация в районе не меняется с начала 70-х годов. Вот уже больше 50 лет эта лодочная переправа является единственным средством связи большой земли и маленькой деревушки. 26 человек, среди которых 12 пенсионеров и 2 школьника, остались по ту сторону реки. Здесь нет ни магазинов, ни школ, ни аптек. На моторной и весельной лодках сотрудники МЧС перевозят людей на большую землю, чтобы те могли пополнить запасы лекарств и продовольствия. Сейчас около переправы стоит табличка с номером телефона. Позвонить по нему можно в любое время. Определенный, скажем так, конечно, неудобство доставляет. Но это, еще раз повторяюсь, это штатная ситуация, которая происходит каждый год уже не один десяток лет. Поэтому мы опыт, естественно, каждый год приобретаем. И на основании этого опыта мы делаем все возможное для того, чтобы население комфортно жило. Переправа будет работать 2-3 недели, пока вода не спадет. Однако, если к отсутствию моста местные жители уже привыкли, то с другой бедой дорогами они мириться не намерены. Я здесь родилась, выросла, родители мои, все. Но у нас такой дороги никогда не было. Уже начинался снег таял, уже лужи стояли. Они по 40 тонн бетономешалки гоняли одну за одной, чтобы успеть до половодки. Дело в том, что рядом с деревней идет постройка охотничьего хозяйства. Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков обещал проконтролировать восстановление дороги. По дороге мы вопрос ставим на контроль. Как только подсохнет, восстановим. Дальше по мосту я уже главе дал команду, чтобы они быстро, оперативно вызвали специалистов, подготовили проект моста. И мост, конечно, надо восстанавливать. Да ведь можно каких-нибудь военных сколько разорилось, у всех были понтоны. Нет, это гораздо хуже. Надо делать нормальный, стационарный, хороший мост, который и в весеннее половодье будет обеспечить транспортную дозу. Вот это было бы хорошо. По словам министра, финансировать строительство моста должен будет областной бюджет. Но содействие мы окажем, добавил он. Ответственность за проект моста возложится на местную администрацию. Если в бюджете области найдутся средства, то документацию сделают уже в этом году. Посмотрим, насколько это вообще реализуемо. Это во-первых, потому что, вы видите, рельеф местности достаточно сложный. При хорошем ледоставе мост снесет и не почувствуешь. Поэтому будем порабатывать этот вопрос. Напомним, что всего в области затопило два моста. Второй – в селе Шелемишево Скопинского района. Выходные закончились. И, к сожалению, как всегда, не обошлось без дорожно-транспортных происшествий. Подробности расскажет Алена Куколева. Как только не выкручиваются водители, чтобы выпить, сесть за руль и не попасться при этом дорожной полиции. Пересаживаются на сиденья пассажира, убегают и бросают автомобиль. Или меняются местами со своими спутниками. Как, например, сделал молодой человек в прошедшую субботу. Будучи пьяным, он совершил ДТП. Наезд на припаркованный автомобиль. И скрылся с места происшествия. Но ненадолго. Через 20 минут автомобиль задержали. Но за рулем транспортного средства оказалась 18-летняя девушка без водительских прав. Также в состоянии алкогольного опьянения. При выяснении обстоятельств удалось установить, что в момент дорожно-транспортного происшествия за рулем автомобиля находился 25-летний молодой человек. Именно он совершил наезд на припаркованный автомобиль, после чего за руль села его спутница. При освидетельствовании на состояние опьянения алкотестер показал более 0,6 промиллей на литр выдыхаемого воздуха у обоих водителей. Девушку привлекли к административному аресту на 10 суток. А вот предприимчивого водителя накажут сразу по нескольким статьям. За вождение в алкогольном опьянении, за то, что скрылся с места аварии, а также за то, что передал управление автомобилем лицу, не имеющему прав. Алкоголь стал виной еще одному происшествию этих выходных. Пьяный рязанец уснул в автомобиле с включенным двигателем. Бачок с охлаждающей жидкостью сильно перегрелся, и автомобиль взорвался. Случилось это все в коничеве. Мужчину отвезли в больницу, где подтвердили его сильное опьянение. К счастью, он не получил серьезных травм. Еще одно транспортное средство и вовсе оставили на все выходные без присмотра. Правда, не автомобиль, а лошадь. Как рассказали очевидцы в соцсетях, животное гуляло в дворе в Московского района около двух суток. Хозяйка оставила непривязанную лошадь без присмотра на ночь в одном из дворов и забыла об этом. А это видео еще раз доказывает тот факт, что не всегда виноваты в ДТП водители. Мужчина переходил дорогу на площади Победы по пешеходному переходу, но на красный сигнал светофора и при этом разговаривая по телефону. Несколько машин пропустили пешехода, однако водитель иномарки не успел затормозить и сбил его. После ДТП пострадавший сумел самостоятельно подняться. В Москве прошел очередной робофест. Наш город, а на фестивале представили 8 команд. И, как всегда, рязанские гении инженерной мысли вернулись с победой. Да не с одной. Как улучшить экологию, ускорить темпы производства в агропромышленном секторе, сделать безопасным вождение автомобиля. Большинство проектов на робофесте разрабатываются для того, чтобы усовершенствовать экономику нашей страны и вообще жизнь человека. И порой авторы этих инновационных решений – школьники. Мы очень многого ждали от этого года, но из-за неверной стратегии мы не оправдали своих ожиданий. Мы очень рассчитывали на метод координат, то есть на матрицу поворота, которая считала в точности, где находится наш робот. Но из-за того, что мы не могли идеально поставить робота на старте, у нас была слишком большая погрешность, и мы не могли найти нужный дом. Рязанские школьники изготовили и представили на фестивале модель программируемого электронно-механического пчелиного улья на базе конструктора «Лего». В юной возрастной категории соревновалось более 300 участников. Всего же рязанскую робошколу представляли на состязаниях 8 команд в различных номинациях. Самое важное участие в этих соревнованиях – получение опыта. Посмотрите, что сделали другие ребята в конкурентной борьбе, смотрите их решения. Все наши ученики, участники этих соревнований вырастут, станут инженерами. Этот фестиваль – отличная возможность для тысяч юных инженеров воплотить свои изобретения в реальную жизнь. Ведь после робофеста их приглашают на работу в крупные международные компании. А для школьников победа на фестивале дает возможность поступить в ведущие технические вузы страны. В минувшую субботу трое рязанцев – Олег Буцкий, Илья Стерлюкин и Алексей Бусаров создали на заснеженном поле портрет советского космонавта Алексея Леонова. Свою акцию они приурочили к годовщине первого выхода человека в открытый космос, который состоялся 18 марта 1965 года. Длина рисунка составляет 5 километров. Для его выполнения авторам потребовалось несколько дней подготовки и 4 часа работы. Далее вы увидите. Наша служба и опасны и трудны. Сотрудники уголовной исполнительной системы отметили свой профессиональный праздник. Красота по-русски. В Рязани выбрали российскую красавицу. Счастье есть. В мире сегодня отмечается Международный день счастья. 138 лет назад император российский Александр II подписал указ о создании главного тюремного управления. С тех пор идет история уголовной исполнительной системы в нашей стране. Важной службы тех, кто надел форму уголовной исполнительной системы, неоспоримо. Работа специфическая, но между тем, год за годом сотрудники справно выполняют свой долг. С офицерами УИС в их профессиональный праздник пообщалась Марина Комиссарова. В тюрьмах Рязанской области порядка 7 тысяч человек спецконтингента и 2 тысячи сотрудников, которые работают с осужденными. Служба этих людей скрыта от наших глаз, но весьма ответственна и тяжела. Помимо основной функции – исполнение наказаний, которые суд выносит преступникам, сотрудники УИС в течение срока должны прилагать все усилия для исправления попавших к ним людей. Планы открытия нового производства – это текущие планы. Это одна из основных задач. Мы стремимся, конечно, к 100% трудоустройству осужденных, в том числе и инвалидов. Но сложное экономическое положение, поэтому я не буду скрывать, конечно, у нас трудоустроены не все пока осужденные. Два следственных изолятора, где подозреваемые и обвиняемые находятся, пока идет следствие. И 8 исправительных учреждений функционируют на территории Рязанской области. В течение срока осужденные трудятся в легкой промышленности, развиты металлообрабатывающие швейное обувное производство. Кроме того, осужденные могут получать специальность. При исправительных учреждениях созданы профучилища. При колониях организованы и подсобные хозяйства, благодаря чему осужденные сами обеспечивают себя овощами, хлебом, молоком и мясом. Пенитенциарная система – это механизм, который работает ради того, чтобы оступившиеся люди больше не допускали в своей жизни ошибок. И большинство сотрудников посвящают этому благородному делу всю свою жизнь. В уголовной исполнительной системе я служил 40 лет. В настоящее время являюсь заместителем председателя Совета ветеранов нашего управления. Я провожу работу с сотрудниками, с молодыми сотрудниками и с личным составом управления по нравственно-патриотическому воспитанию. Для нашего региона профессиональный праздник сотрудников УИС особо важен. В Рязани функционирует уникальное учебное заведение – Академия права и управления в СИН России. Такая академия одна в России и она одна в мире, потому что подобных учебных заведений за границей в принципе нет. Набор высшее учебное заведение стабильный, он по всем формам обучения. Наши основные факультеты работают в полную силу и мы вводим дополнительные специализации, в том числе на базе Псковского филиала Академии. Уголовно-исполнительная система в постоянном развитии. На базе ИК-2 уже успешно опробирован пилотный эксперимент по введению Центра исправления осужденных, где созданы оптимальные условия для отбывания наказания и исправления осужденных. Теперь такие центры планируется организовать во всех учреждениях УИС региона. В Рязани назвали победительницу регионального этапа конкурса «Российская красавица». Участницами стали 23 девушки в возрасте от 16 до 26 лет. Они традиционно дефилировали в купальниках и выступали с творческими номерами. С самой красивой девушкой пообщалась Анна Герцовская. В финалу конкурса «Мисс Российская красавица» предшествовала подготовка, на которой девушки изучили азы дефилирования, взяли уроки макияжа. Партнеры проекта предоставили девушкам возможность изучения английского языка. Кроме того, на протяжении подготовки юные барышни не покидали спортзал. «Российская красавица – это, конечно же, девушка славянского типа. Это высокая, стройная, ну и просто обворожительная и милая». Зрители и члены жюри высказывали различные критерии, по которым они хотели бы оценить конкурсанток. «Для меня важна лично индивидуальность девочки. То есть, если все девочки выйдут такими, по-своему, такими грациозными классами, а одна какая-то выйдет такая дерзкая, я скажу ей да». «До тех пор, пока девочка себя не преподнесет и не покажет, мы не узнаем, кто она и что. Одного платья – это мало. Обязательно должен быть творческий номер, человек должен раскрыться. Поэтому я буду обращать внимание на это». Творческие номера от рисования до песен и танцев. Некоторые вызвали горячий восторг у публики, оживили и раскалили обстановку в зале. Но по-настоящему стало жарко в тот момент, когда девушки вышли на сцену в купальниках. Реакцию можно было заметить не только у зрителей, но и у главных судей конкурса. «Между тем, члены жюри отмечали, что одним из качеств, которым должна обладать любая девушка, вышедшая на подиум, – это уверенность в себе. А для тех, кто намерен продолжать развиваться и связать свою жизнь с модельным бизнесом, необходимо иметь стержень. Если девушка выбирает эту стезю, ей нужно стать профессионалом». «Сегодня просто большая востребованность в умных моделях, которые понимают, что они делают, они понимают, за что они это делают, для чего они это делают, и, соответственно, работают перед камерами на подиумах, выполняют свою роль, потому что это индустрия, это работа, это очень тяжелая работа на самом деле». Трудно представить, как волновались девушки перед финальным аккордом. Они удалились в гримерку, пока члены жюри решали их судьбу. Прошлогодняя победительница конкурса с минуты на минуту должна была передать свою корону. «Я пожелаю ей быть уверенной в себе, носить эту корону с гордостью и знать, что она самая красивая». Наконец, после нервных минут ожидания, участницы конкурса в вечерних платьях вышли на сцену. «Победительницей конкурса становится участница номер один, король Вина!» «Победительницей стала Элина Король. Сейчас она учится в школе, ей 16 лет, и надеется свою дальнейшую судьбу связать с модельным бизнесом». «Дальше, конечно, хочу поехать в Москву и дальше добиваться вершин. Готовились мы усердно по 4 часа в день до конкурса». Это только региональный этап, но и на нем девушки получили свою огранку. Несравненный опыт, закалку и ту самую уверенность в себе. «Самым тяжелым для меня, скорее всего, был выход в купальниках, а также творческий номер, потому что к нему нужно подготовиться, и это достаточно тяжело. Нужно продумать каждую деталь, чтобы это выглядело красиво, а также выполнить это все идеально, чтобы жюри оценило твои труды по достоинству». Определенно с участием в следующих конкурсах переживания у девушек останутся, однако они будут немного другие. А всем остальным представительницам прекрасного пола напоследок хотелось бы пожелать не оставаться в тени, любить себя, оставаться красивыми и стараться принимать участие в конкурсах красоты, чтобы женщины нашего города затмили всех на российской и мировой сценах. Кто из нас и не хочет стать по-настоящему счастливым? А ведь такое стремление является неотъемлемым желанием каждого человека на планете. А именно в этот день, 20 марта, во всем мире отмечается Международный день счастья, провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН в 2012 году. Интересно, что инициатива празднования этого дня поступила из небольшой горной страны, королевства Бутана, жители которого считаются самыми счастливыми людьми в мире, чемпионами по коэффициенту волового национального счастья. То, насколько счастлива рязанцы, выясняла Ирина Ковалева. Это чувство воспевают в стихах, его желают и к нему стремятся. С давних пор философы и поэты пытаются дать ему определение, но до сих пор их поиски не увенчались успехом. Ясно только одно – больше всего на свете человек мечтает быть счастливым. Пожалуй, эта цель объединяет всех жителей Земли, независимо от пола, возраста и материального благополучия. Именно поэтому Генеральная Ассамблея ООН и учредила Международный день счастья, который с 2012 года отмечается во всем мире. Неслучайно датой празднования было выбрано 20 марта – день весеннего равноденствия. Вроде как равенство ночи и дня символизирует равное право на счастье всех жителей планеты. Конечно, в нашей стране март – не самый располагающий к радости месяц, но в конце концов плохая погода настоящему счастью не помеха. Что же вкладывают в это понятие рязанцы? Для меня быть счастливой, чтобы у моих родителей было все хорошо, у моей семьи, у моего мужа быть любимой. И в принципе, наверное, все. Счастье – это когда ни в чем ты не нуждаешься больше. Все, что с тобой происходит, все тебя устраивает. Для нас семья, когда все здорово. Семья, любовь, в семье благополучие – вот это счастье. Не так давно в нашем городе появилось много объектов, связанных с самым светлым чувством. Туда вошли площадь Согласия, скамейка Примирения и даже переулок Счастья. Как и само понятие счастья, этот переулок весьма противоречив. И противоречит он главным образом законам логики, потому что абсолютно непонятно, где он начинается, где заканчивается и что нужно сделать для того, чтобы по нему прогуляться. И тем не менее, факт остается фактом. В Рязани существует уголок вполне осязаемого счастья. Расположился он между ЗАГСом и галереей дизайна, которая также носит название «Переулок счастья». Здесь, среди чудесных произведений искусства и различных милых мелочей, действительно можно зарядиться позитивом. Мы стараемся этого человека принять как в собственный дом. То есть мы рады всем, кто к нам приходит, и не обязательно за покупками. То есть мы хотим, чтобы люди приходили к нам просто снять свой негатив, гулять, посмотреть. Мы можем предложить кофе просто. У нас многие просто приходят, садятся, берут книжку, читают, пьют кофе. Это не обязательно магазин. Галерея – это место, где просто человек может побыть наедине с самим собой, полюбоваться на хорошие, на красивые вещи, пообщаться, надеюсь, с приятными людьми. Кстати, многие произведения искусства вполне могут ответить на вопрос, что такое счастье и что такое жизнь. Например, вот дуб – это дерево, роза – цветок, олень – животное. Россия – наше отечество, воробьи – птицы, смерть неизбежна. Когда ты это понимаешь, то, в принципе, причин для счастья очень много. Оглянитесь вокруг, и вы поймете, что причин для счастья действительно немало. Яркий зонтик в пасмурную погоду, милая безделушка, ощущение влюбленности или тихий вечер с интересной книгой. Важно понять – быть счастливым просто. Самое главное – чуть-чуть над этим поработать. На этом все. Все новости смотрите на сайте город62.тв. Прощаемся с вами. До завтра. И хорошего вам продолжения дня. Ипотека 7,4%? Ипотека 7,4%? Как? 7,4%? Да, всего 7,4%. Ваши выгоды составят 450 тысяч рублей. Только 6 квартир в месяц. Программа «Доступные ипотеки» от компании «Зеленый сад» и ПАО «ВТБ-24». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok